короче долбоеб сейчас уже записал всю подводку вот как я вот сижу и разговариваю но петлю не включил нахуя ее покупал чтобы вот так вот короче по новой как это заебывает здравствуйте дорогие друзья сегодня будет замечательный формат под названием вылазки стрит-арт вылазки происходило этом прошлом году летом на китай городе опять же любимое наше место в общем не напряжная очень позитивная интересная вылазка приятного просмотра но для начала нам нужно понять откуда растут корни залетим еще на несколько секунд на сказку как оказалось многие из художников имеют непосредственное отношение к уличной культуре а в частности к фестивалю мостик на котором я уже не раз упоминал так вот и из этой тусовки на сказку приехала группа девушек со своим миниатюрным по здешним меркам проектом такое типа грибное чаепитие с лилипутами когда мы уже все перезнакомились я узнал что одна из девчонок по имени лиза тоже занимается стрит-артом и в голову пришла идея по приезду домой сходить на вылазку вообще любовь к стикер бомбингу это чувство сильное и так или иначе проявляется при этом вообще не важно где там находишься сказка прошла мы в москве и у одного нашего общего приятеля в одном из здешних баров проходит выставка кто следит за каналом конечно же узнал тлена чувствуете как вообще все связано ведь буквально недавно бомбили с ним о чем кстати есть видосики кто не видел вот подсказочка смотрите специально для вас в очередной раз убеждаюсь что если не игнорировать жизненные какие-то намеки то все складывается в какую-то в целую историю мне вот это очень нравится то что персонажи из одного ролика в другой вот так вот перекочевывают и это будет происходить дальше магия меня это наталкивает на мысль что все идет своим чередом это такой индикатор того что все складывается все вот эти вот элементики сходятся как надо ну кайф короче дело-то было летом жара и мы решили клеить прям всю ночь периодически делая педстопы в разных забегаловках лиза делает вот такие вот брелевчики видимо с момента этих съемок прошло уже немало времени и они стали у нее такой узнаваемый фишечкой ну а насколько мне известно для этой вылазки она их сделала впервые вот мне нравится одна мушка из первой партии поселилась у меня в подвале немножечко намазали прямо на стриме и приклеил цель сколько на память мне вещи осталось вот это короче ачивка когда в подвале за один день поменялось три компании то есть было три аншлага одна компания 2 3 никто не пресекался и устал очень клеем кстати на все тот же фасадный клей только в более удобной упаковки даже странно почему я раньше вы не замечал все с какими тубами с пистолетами возился зачем когда вот такой тюбик падает ну а вот мой арсенал надо же 5 кадам как неожиданно вы что-нибудь слышали про творческий кризис я нет да и маршруты все одни и те же справедливости ради могу сказать что это вылазка все-таки из прошлого сезона впредь хочется открыть для себя что-нибудь новенькое может быть даже наверно что-нибудь посерьезнее я в плане объектов но такой формат удобный именно для прогулки набрать с собой вот таких малявок и ходить по городу максимально не напряжет вот на эту заброшку возле горки я так и не слазил сколько раз ходили вокруг облизывались и все никак и чё за приколы помните как-то рассказывал что после мостика в двадцать первом году забомбили стенку возле птицы синицы вот что осталось все чистенько закрасить но мы территориально потому район и шарахать в очередной раз убеждаюсь что в таких сборищах или беспоряднее всего люди отдыхают до тебя просто нет никакого дела ну а нам это только на руку за стикерочки большое спасибо бумэн стикерс даже не знаю сколько раз уже тут шлялся но каких-то дворов так и не видел поэтому прикольно на вылазке ходить с разными людьми вот например лиза открыла для меня еще парочку спотов до которых я наверно сам и не добрался слишком витиеватый к ним подход будут кто-то есть свой список вот серебряный который в кроме нет вот там что-то работают в этом и прикол постоянно знакомиться с новыми творческими людьми лично мне всегда было интересно посмотреть на жизнь других творцов пронаблюдать за их ходом мыслей и действиями как пример на сказке это получалось сделать лучше всего когда уже все закончили свои проекты закончились какие-то основные задачи это я 5 професс а из людей поперли прям просто одна за другой новые идеи новые вот лиза как раз таки придумала эту тему с букросингом идея классная насколько люди были готовы день делиться книжками на фесте да и не важно короче суть в чем что идея бродилась сразу же полка организовалась она быстренько расписалась повесилась как раз аккурат под начало фестиваля вот букросинг как ни крути ребят можно назвать начинающими художниками первые попытки продать свои работы первые заказы заказы чет сейчас флешбек я же вам так и не показал какую здоровенную штуку тут исполнил на медине таких больших панно я еще ни разу не делал полтора метра в длину в общей сложности получается тоже заказ и сработала моя любимая сарафаночка весь цикл создания показывать не буду за все время существования канала наверное уже насмотрелись на это но если вкратце то все зашпаклёвано забрунтовано красочки топовые все в лаке ну по классике намного интереснее кому мы сделали это панно она будет украшать стены магазинчика который открыл один мой знакомый табачок одноразки такой ассортимент это его первый бизнес и он самого начала ответственно подошел к внешнему виду ну что на мой взгляд правильно это конечно очень разная индустрия но главный принцип здесь один и тот же нужно чтобы вас заметили касательно нашей темы дизайнерских работ и арта здесь зевать тоже не стоит на начальном этапе можно представить себя в крупных тематических пабликах накидаю вам два варианта если вы больше по классическому изобразительному искусству то вам подойдет группа ван гог за тушенку здесь регулярно выкладываются самые разные художники главное что публика живая тут порой в комментариях такая суета разводится зачитаешься а если вы больше по шмоткам и каким-то более кастом на вещам то вам тогда в кастом маркет все это открывает отличную возможность реализовать ваш продукт ну и обзавестись какой-никакой аудитории все полезные ссылки в описании чекните но только когда ролик досмотрите короче влог будет просто даже одни бары один два три надеюсь никого не запасил такая ситуация значит заходим магазин я смотрю трое ребят в одинаковых майках и у них один тот же логотип я подхожу спрашиваю ребята что это у вас такое они такие у нас типа новый лейбл открывается московский лейбл и мы типа в за счет не за счет а в честь этого внизу по улице в колубешники делаем бесплатную вечеринку там заходите и мы такие подумали почему бы и нет да опять же я говорю что типа казалось бы прилетаешь просто на вылазку и не знаешь чем будешь заниматься в итоге все это хоп-хоп хорошенечко складывается в интересное времяпрепровождение в общем подходим клубу сразу заходить не стали сильно лавочку немножко там допить и поболтать ну и посмотреть что еще происходит она там далеко очень ближе да там ближе перед клубом там просто жесть какая-то начали пиздиться какие-то все объебошенные ну как обычно потому что на бесплатные такие мероприятия там слетаются все самые достойные и светлые люди я не ханжа конечно но со стороны это выглядит дико то вроде два пацана пиздились то потом стоят разговаривают короче чё об этом думать мы в общем взяли и зашли надо же посмотреть что там происходит что там что там что там что там а а а а вот и и и и и Здесь страшно стоит смешение культуры. Блин, глаза все круглые, никакой ничего не соображают. Высокое пропинение. Не, ну это хорошо. Страшная штука. Очень страшно. Ночь на самом деле не такая уж и длинная. Если увлечься чем-то, то она пролетает просто одним мгновением. Не успели оглянуться, а тут уже рассвет. С одной стороны, хорошо. Камера не так сильно шуметь будет. С другой, мы уже все поклеили. Как бы я ни старался, но та периодичность, которую я хочу поддерживать на ютубе, она мне пока недосягаемая. По разным причинам я хз. В общем, суть в чем, есть и социальные сети другого характера. Вконтакте, кстати, там можно опубликовать свою работу, чтобы другие заценили. Телеграммчик. Там я регулярно попубликуюсь. Вот сейчас, кстати, рассказываю про старые свои выставки в таком формате. Ну, типа как ТикТок, который не ТикТок. Не принуждаю ни в коем случае. Зайдите, посмотрите. Опа, а я ногой тронул. Камеру увидели? Ну, пиздец, ракурс теперь другой. Все, видос не будет получаться. Так что прощаемся, ребятки. Спасибо большое, что посмотрели ролик. Давайте-ка, если не сложно, лайчонок, комментарий, как обычно. Это помогает на самом деле. Не знаю кому, правда. До свидания. До свидания, ребят. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ До встречи. До встречи. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры Victor Suedland